Режут, кидают, мнут. Что только не приходится испытывать бесформенным кускам теста на пути к прекрасному кексу. Контролируют кулинарные метаморфозы сразу несколько пекарей, хотя по слаженности действий они больше напоминают роботов. Для вот такого кулича буквально 300 грамм теста. Пропорции теста и формы бригадир Сергей помнит в любое время суток, ведь работать приходится то днем, то ночью. Ежегодно через руки мужчины проходит несколько тысяч куличей, а в детстве не было ни одного. Мне много лет этот праздник как-то в моем детстве не очень праздновался. Вообще с этим всем вопросом столкнулся вот уже конкретно, когда стал работать в этом производстве. Узнал, что такое кулич, с чего он делается, как он делается. В этом году отметили пекари вкус их изделий будет новым. Они стали использовать дрожжи более высокого качества и экспериментировать с мукой. А сегодня утром к ингредиентам добавилась еще и святая вода. Батюшка окропил все цехи. Ведь выпекать куличи специалистам предстоит до конца субботы. Время отца и сына и святого духа. Капли святой воды упали и на уже готовую продукцию. Ту, что поступит на прилавке сегодня. Священнослужитель отметил, покупать куличи раньше времени не возбраняется. А вот лакомиться не стоит. Освящаем мы куличи и сегодня, и завтра, и вчера, можно так сказать. Но вкушать их нужно уже после поста, при разговеянии, после великого благослужения, светлого Христового Воскресения. Кстати, осветить горожане могут и изделия из своих печей. Для этого снять нужно принести в храм. В субботу днем и воскресенье ночью, после божественной литургии. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город».